В Свято-Георгиевском соборе уже полгода усиленно готовятся к встрече Патриарха в Сея-Руси. Облагораживают и обустраивают территорию возле храма, приводят в порядок фасад. Сейчас в распоряжении рабочих и служителей осталось чуть меньше недели. 19 апреля состоится великое освящение Свято-Георгиевского собора. Его совершит Патриарх Кирилл. После крестного хода святейший отслужит божественную литургию. Увидеть ее смогут даже и те, кто не поместится в храме. Он рассчитан на 500 человек. Специально для верующих на улице установят плазменные экраны. На них будет идти прямая трансляция службы. Известно, что на божественную литургию приедут посмотреть верующие со всей области. Неудивительно, что собор сейчас вызвал большой интерес к училищу. Сегодня в нем провели экскурсию для трудных подростков. Прикасаемся тремя пальчиками к лбу, освещаем наш ум. К животу освещаем наши чувства. К правому плечу сначала, а потом к левому. Отвещаем наши силы телесные, наши дела. Детей научили креститься и молиться, рассказали некоторые сюжеты из священного писания. Ну, как-то лучше легче стало. Икону видела. На ней красивее, чем и у всех храм красивый. Немалая часть экскурсии – рассказ об истории храма. Его возведение началось в 1997-м. Но спустя два года работы остановились из-за отсутствия средств на строительство. Лишь в 2003-м их возобновили. И вот наступила новая ступень в истории собора. Это очень многозначенные моменты для всех. Да и я думаю, что всем, кто придет, будет интересно услышать слова первосвятителя, увидеть его. А его слова, они, я думаю, все согласятся, что проникают в сердца каждого, кто его слушает. Пока в Челябинске только один храм, освященный патриархом. Это церковь Утали Моя Печали. Десять лет назад божественную литургию там проводил покойный Алексий II. В следующий понедельник действующий патриарх Кирилл совершит освящение собора Георгия Победоносца.